Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С! Сегодня мы с вами рассмотрим, как в 1С управление торговлей открыть и закрыть кассовую смену. Для нового типа оборудования ККТС передачи данных необходимо создать запись в списке НСИ и администрирования кассы ККМ и указать настройки отправки чеков. Обязательно необходимо указать регистрационный номер и номер оборудования, серийный номер в зале, соответственно, по всем фискальным регистраторам, которые у нас с вами есть. Для начала продаж необходимо открыть кассовую смену. Открытие кассовой смены можно выполнить следующими способами. Из списка продажи, розничные продажи, чеки ККМ. Соответственно, выбрать фискальный регистратор и нажать кнопочку открыть смену. Далее в вкладке продажи рабочее место кассира. Перед выполнением любой операции по оплате, например, по кнопке операции с ККМ, отсюда можно нажать открыть смену. Вот нажимаем смена открыта. Также в рамках обработки продажи сервис управления фискальным устройством можно также нажать открыть смену. При работе с кассовым оборудованием для печати чеков из документа приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, операция по платежным картам необходимо предварительно открыть кассовую смену. При открытии кассовой смены автоматически создается документ продажи кассовая смена. Здесь, соответственно, мы видим, что есть открытая, закрытая кассовая смена. В данном документе фиксируются основные данные текущие кассовые смены. Соответственно, организация кассы ККМ, в которой подключено фискальное устройство с передачи данных. Дата начала открытия кассы и статус открыта, ну, либо закрыта, как нам мы сделали. По результату пробития кассового чека на фискальном устройстве, как это с передачей данных создается новый документ, чек ККМ, в котором фиксируются данные текущей кассовой смены, организация кассы ККМ, в которой подключено оборудование, дата и время начала смены и статус открыта. Информация обо всех чеках показывается в списке продажи, розничные продажи, чеки ККМ. Закрытие кассовой смены можно выполнить из списка продажи, розничные продажи, чеки ККМ по кнопке закрыть смену. Соответственно, нам необходимо с вами выбрать нужный фискальный регистратор, закрыть смену. Соответственно, у нас открывается документ отчета о розничных продажах, товары подгружаются, просто сейчас мы с вами открыли и закрыли кассовую смену, поэтому у нас нет продаж. Соответственно, провести и закрыть. Также в вкладке продажи, сервис управления фискальным устройством, можно также закрыть кассовую смену. И, соответственно, третье рабочее место кассира операции с ККМ. У нас смена закрыта. Соответственно, также, если мы не закрывали нигде в других местах, то можно здесь ее закрыть. Закрываем смену. И по результатам закрытия смены формируется отчет за кассовую смену по оформленным чекам и документ продажи, розничные продажи, отчета о розничных продажах. При закрытии смены в карточке кассовой смены заполняется дата и время окончания смены, статус изменяется на закрыто, а также заполняются реквизиты на закладке фискальные данные. Состав реквизитов зависит от версии формата фискальных документов, поддерживаемых фискальным накопителем и кассовым аппаратом. Вот так вот просто и быстро можно открыть и закрыть кассовые смены. У меня на этом все. Желаю хорошего рабочего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова